Всем привет! 28 февраля 2022 года мобильный оператор Tele2 запустил новый тарифный план под названием Black. Давайте разберемся, что входит в тариф и какого размера его абонентской платы. Рассмотрим основные параметры тарифа на примере Москвы и области, а в конце видео взглянем на параметры и цены в некоторых других регионах России. Основные параметры тарифа. 1200 минут на любые номера России и безлимитные звонки на Tele2 России. Нерасходующие пакет минут. Также в пакет входят исходящие звонки из популярных стран Европы. Но, боюсь, на сегодняшний день это вряд ли можно назвать хорошим бонусом. 100 смс на любые номера России. 50 гигабайт мобильного интернета. Плюс безлимит на социальные сети. Вконтакте, одноклассники, фейсбук, инстаграм, тикток. Мессенджеры. Вайбер, ватсап, там-там, телеграм. И видеохостинг ютуб. Абонентская плата 800 рублей в месяц. Тариф в целом неплохой по наполнению. Безлимиты на популярные сервисы, включая прожорливые ютуб и тикток, могут компенсировать отсутствие безлимитного интернета. Пакет минут очень солидный. Работает на любые номера России, а звонки на Tele2 бесплатные и не расходуют этот пакет минут. На всякий случай имеется не очень большой, но вполне достаточный пакет смс. Абонентская плата, с одной стороны, не такая уж и маленькая. С другой, у конкурентов из большой четверки аналогичные параметры будут стоить еще дороже. Дополнительные параметры. Безлимитные мессенджеры за границей. Безлимитные мессенджеры на полуострове. Крым и Севастополь. Вечные минуты и гигабайты. Делитесь гигабайтами. Не блокируем при минусе. Обмен минут на кино. СОС-пакет. Мой помощник. Услуга предоставляется на этом тарифе бесплатно. Обслуживание по выделенной линии. Возможность подключить домашний интернет за скромную дополнительную плату. Минуты, звонки и гигабайты после окончания пакетов. Звонки 2,5 рубля за минуту. СМС 2,5 рубля за сообщение. Интернет. Автоматически подключаемые дополнительные пакеты по 500 мегабайт за 60 рублей каждый. Краткое личное мнение. Неплохой тарифный план для тех, кто в ближайшее время не собирается затягивать пояса. Абонентская плата не низкая, но и наполненность пакета вполне себе солидная. Тариф Black в некоторых регионах России. Параметры и цены. И тут впервые за долгое время есть о чем поговорить. За исключением особых регионов, где цены на связь всегда низкие, Ивановской и Ярославской областей, цены не очень сильно отличаются от московских. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области повышенный размер абонентской платы можно объяснить большим пакетом минут. А вот во многих других регионах, например в Воронежской, Липецкой, Тульской и других областях, тариф Black на 100 рублей дороже, чем в Москве. При этом пакет минут там на 200 единиц меньше. И это вообще-то довольно неожиданно. Так что выводы по тарифу, пожалуй, справедливы только для Москвы и области. Полагаю, что в других регионах у конкурентов найдутся неплохие аналоги. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.